Да, я... Вот эта история back in the U.S.S.A. Такой... Много в интернете баек ходит, а Монголия, Финляндия, вы правы. Здесь есть очень опасная тенденция. Вот сегодня началась такая ура-патриотическая риторика, причем со стороны людей, которым вот честно, молчали бы лучше, за умных сошли. Но они громче всех орут, мы сейчас, мы вообще все присоединим, мы сверхдержава и так... Да, Россия и так сверхдержава. И сегодня провоцирование дальнейших вот этих территориальных споров и присоединений, оно может завести вообще в тупиковые дебри. Китайцы вспомнят, что когда-то мы у них тоже там оттяпали территории. Еще кто-то вспомнит. Поэтому я думаю, что возрождение СССР, оно лишено смысла в виде вот присоединения земель, там как сейчас даже лозунг такой ходит, собирание земель русских. Собирать надо не земли, а мозги в кучу. Поэтому я думаю, что вопрос не в присоединении, а в том, чтобы создать некий экономический конгломерат, сильный, крепкий, способный на независимое производство, на какие-то полностью решенные, замкнутые производственные циклы. И, собственно, таможенный союз это как раз вот направление, в котором правильно двигаться. Экономически обоснованное объединение какого-то количества суверенных государств. Но, Боже, избавь от Советского Союза. Потому что сегодня, знаете, есть даже такая шутка, что такое Евросоюз. Евросоюз — это плохо контролируемый Советский Союз. Поэтому лучше пусть будут прочные, понятные экономические связи. Пусть будет, может быть, резервная валюта. В качестве резервной валюты может быть рубль использован. Почему нет? Это хорошая идея, она много раз высказывалась, и она имеет под собой основание. Но ни в коем случае не присоединение земель и водружение везде нашего триколора. Величие не в том, чтобы везде наслаждать свой флаг, а величие в том, как его нести, этот флаг.